Дорогие друзья! Вы смотрите и слушаете YouTube-канал Валерия Соловья. Это пятый выпуск программы «Страна невыученных уроков». В предыдущем, четвертом выпуске, я вам рассказывал о цареубийстве, о том, как был убит российский император Павел I. А сегодня речь пойдет о человеке, чью смерть оплакала, в полном смысле слова, одна половина человечества, в то время как вторая половина человечества его проклинала и радовалась его смертью. Эта смерть человека, которая стала одним из ключевых событий, по крайней мере, в нашей советской и российской истории середины XX века, повлияла на историческую траекторию нашей страны и на посмертные, обращаю ваше внимание, на посмертные судьбы миллионов людей. Вы уже догадались, что речь пойдет об Иосифе Сталине, красном тиране или красном гении, в зависимости от вашего взгляда, от точки зрения тех или иных исследователей, историков и просто обывателей. Но я сосредоточусь именно на последних днях жизни Иосифа Сталина, расскажу о том, что с ним происходило и какие версии происходящего бытуют и конкурируют до сих пор. Итак, если взять, собственно, канву последних дней и часов жизни Сталина. Он отправился в лучший или в худший мир в начале марта 1953 года. В это время он находился на так называемой Ближней даче в районе современного московского района. Уж давно уже это район Москвы, Кунцево. В ночь с 28 февраля на 1 марта Сталина поразил апоплексический удар. Однако, его охрана, личная охрана Сталина, не заходила к нему в комнату, видимо, опасаясь натуры вождя. И, согласно официальной или более-менее традиционной конве, охранники зашли в комнату к Сталину лишь ближе к вечеру 1 марта. И в это время они обнаружили, согласно одной версии его, лежащим на полу, согласно другой версии, о которой я скажу, они обнаружили его сидящим на стуле с неестественным положением руки. Его подняли, положили на диван и, естественно, стали связываться с министром госбезопасности Игнатьевым. Кстати, по совпадению, я долгое время работал с сыном этого министра. Очень милый, спокойный, уравновешенный, интеллигентный человек, к сожалению, сильно-сильно пивший. Что, наверное, объяснимо, учитывая его биографию. Так вот, министр Игнатьев сказал, что он никаких решений принимать не будет, что, наверное, опять же, естественно, в той системе соподчинения и тотального взаимного страха, который существовал в то время в Советском Союзе, и перенаправил своих подчиненных к кому? Ну, естественно, к товарищу Берии и к товарищу Маленкову. Те прибыли на дачу, зашли в комнату, посмотрели и решили, что товарищ Сталин отдыхает, и сказали охранникам, что его не надо беспокоить. Ну, охранники же его уже перенесли на диван. На другой день, то есть 2 марта, охранники обнаружили, что товарищ Сталин все еще продолжает отдыхать. Естественно, они не могли не забить тревогу, ну, по вполне понятной причине, а вдруг их обвинят в том, что происходит что-то дурное. Они докладывают, что дело обстоит неважно, что это не очень похоже на отдых. И тогда уже четверка ближайших сподвижников Сталина, вот в данный момент к Берию и Маленкову добавляются Хрущев и Булганин, принимают решение, обратите внимание, это происходит ближе к вечеру 2 марта, направить врачей к товарищу Сталину. А если речь идет об апоплексическом ударе, что и было в данном случае, то вы знаете, конечно же, что критически важны первые часы, не дни, а именно часы и даже минуты для оказания первой помощи. Прибывают врачи, и они констатируют очевидно, что товарищу Сталина парализована правая рука, и что это кровоизлияние у мозга. Не просто правая рука, прошу прощения, парализована вообще правая половина тела, и что в сознание он вряд ли придет. Ну, естественно, те люди, которым они, врачи об этом сообщают, они не торопятся ознакомить с этим советский народ, преданный своему вождю. Они решают вопрос о распределении властных полномочий. Только после того, как они эти властные полномочия распределили, а это происходит 3 марта, 4 марта, они сообщают о том, через советское радио и советские газеты, что товарищ Сталин занемог. Начинают публиковаться официальные комменюки, публикуются они недолго, потому что вечером 5 марта Сталин покидает этот мир. Еще раз повторю, его смерть была встречена слезами, миллионов, но точно так же миллионы, в том числе в Советском Союзе, радовались. Я знаю это из воспоминаний людей, живших в ту эпоху, в том числе из воспоминаний своих родных и близких. Согласитесь, история выглядит довольно странно для того, чтобы заподозрить за ней, за этой историей, какую-то сомнительную, почти конспирологическую, может быть и без слова почти, конспирологическую подоплеку. Естественно, появляется несколько версий, обстоятельств, связанных со смертью, а может быть не смертью, а омерщвлением Сталина. Можно свести все обстоятельства, все количество гипотез, которые бытует, к трем основным линиям, или к трем основным метаверсиям. Значит, первая версия, ее авторство принадлежит, пожалуй, Авторханову. Вы наверняка слышали об этом человеке. Это в свое время беженец из Советского Союза, так его можно назвать, автора нескольких очень интересных книг о советской системе правления. Значит, по мнению Авторханова, был заговор, заговор главным участником и мозгом которого был Берия, и Сталин был отравлен. Это одна версия. Вторая версия. Наиболее известный в России представитель второй версии, это известный историк, или, точнее, научно-популярный историк, или автор книг нон-фикшен, это Эдвард Родзинский, и также братья Медведевы, Жорес и Рой Медведевы. По их предположению, заговора не было, заговора как такового не было, Сталина никто не травил, но ему позволили умереть. То есть, не оказание медицинской помощи в критический момент для человека, страдающего инсультом, означает, что фактически путь его умерщвления, или превращение его в глубокого и последовательно к Олегу. И, наконец, третья версия, которая следует бритве оком, а не стоит умножать числа сущностей сверхнеобходимого. И третья версия представлена, в частности, известным историком Олегом Хлевнюком, кстати, с которым я тоже по совпадению долгое время работал. Она очень проста. Да, эта версия состоит в том, что не было никаких внешних обстоятельств. Что смерть носила вполне естественные причины Сталина. И более того, Хлевнюк уверяет и доказывает, что все дело было в том, что те люди, которые находились рядом со Сталиным, начиная от охранников, и заканчивая высшим руководством Советского Союза, они просто настолько боялись Сталина, его гнева, его неадекватных реакций, что оказались парализованы в своих действиях. Значит, давайте чуть-чуть рассмотрим эти три версии. Ну, точнее, я бы сказал, первую и последнюю. Вторая, она выглядит промежуточной. Как Автарханов доказывал то, что это был заговор? Ну, логика была простая. По его мнению, и, кстати, эта логика воспроизводится во множестве книг, популярных и претендующих на академичность, значит, книг про ту эпоху и про скончину Сталина. Автарханов исходил из того, что Сталин хотел повторить чистку 37-го, 38-го годов, почистить засидевшееся, зажравшееся советское руководство, заменить его новым поколением собственных выдвиженцев. И в качестве доказательства Автарханов приводит последний репрессивный процесс, который начался в январе, на самом исходе, ну, на самом, так сказать, формально в январе 1953-го года, это дело врачей. Этот процесс не успели раскрутить до конца. И, по мнению Автарханова, вот это вот дело врачей могло послужить хорошим обоснованием, поводом, предлогом для чистки, для чистки органов безопасности, которые, значит, допустили, прошляпили этот заговор врачей у себя под носом, а эти врачи, там, отравили товарища Жданова, умертвили товарища Жданова и задумывали дальнейшие каверзы. Дальнейшие каверзы и дальнейшие смерти против советских партийно-государственных руководителей. Ну и, значит, Берия, который был многолетним руководителем спецслужб и был с ними неразрывно связан, значит, он был единственным человеком, который обладал возможностью отравить Сталина. Действовал ли он один или в союзе с какой-то группой товарищей, этот вопрос интересен, ну, в данном случае, второстепенен. Значит, версия Хлебнюка, ну, точнее, не версия Хлебнюка, в данном случае я привел ее со ссылкой на Олега Хлебнюка, но она тоже широко распространена, и естественных причин. Значит, из чего исходят авторы этой версии? Исходят они из следующих обстоятельств, что Сталин, ну, болел, он болел еще с 20-х годов. Есть на то архивные документы, есть свидетельства, что он лечился, что он вел крайне нездоровый образ жизни. Вы помните, он и курил, он и пил, он и ложился спать очень поздно, практически, это нельзя даже назвать поздней ночи, он ложился спать практически под утро и заставил беспартийно-государственный аппарат придерживаться такого крайне нездорового режима работы. Ну, естественно, он переживал сильные стрессы. Это понятно из хода советской истории и из того, что происходило с 1941 по 1945 год, это было просто неизбежно. Жить без стресса в то время было просто невозможно, особенно руководителю страны. Это не вопрос отношения к Старину, не вопрос отношения к его действиям, это просто, я бы сказал, оценка его как больного или оценка факторов риска. Вот так, давайте, факторов риска для человека. Ну, и судя по результатам вскрытия, которое было осуществлено после смерти Сталина, у него был глубокий атеросклероз сосудов головного мозга, и более того, он перенес еще при жизни несколько ишемических инсультов. Что, как вы понимаете, повлияло не только на его здоровье, не лучшим образом, но это повлияло, по всей видимости, прямым и крайне негативным образом, а иначе и быть не могло, на его психику. И на этом основании строится предположение, вот на основании этого вскрытия и на основании анализа поведения Сталина последние годы его жизни, строится предположение о том, что у него было психическое расстройство. Ну, есть версия, восходящая к скоропостижной смерти известного медика, академика Бехтерева, который, вы помните, обследовал Сталина. Значит, есть версия, что Сталин был шизофреник. По всей видимости, это, и даже скорее всего, эта версия ошибочна, но то, что у него было психическое расстройство, об этом можно говорить с высокой вероятностью, с очень высокой вероятностью. И это связано с его образом жизни, да, и с тем, что он перенес. Какое именно психическое расстройство? На этот счет, возможно, ну и ведется некая дискуссия, как вы понимаете, которая вряд ли имеет решение, потому что никто из врачей, которые в ней участвуют, они не в состоянии осмотреть пациента лично, проделать нужные анализы и понаблюдать его, так сказать, воочию. Одна из наиболее убедительных версий по поводу типа психического расстройства сходится на том, что, или приводит к тому, что это была апелептоидная психопатия. Ну, если вас интересует, что это такое, пожалуйста, залезьте в медицинские словари и посмотрите. Я рассказывать в данном случае не буду. Значит, означает ли это, что можно напрочь отвергнуть версию там о насильственном умерщвлении Сталина или о том, что ему позволили умереть? Понимаете, теоретически отвергнуть эти версии невозможно. По той простой причине, что у нас нет доказательств. Но отсутствие доказательств нельзя принимать за их наличие. Вы имеете это в виду, пожалуйста. И в том, что никого из тех людей, которые были близки к Сталину, которые находились в его личной охране, уже в живых не осталось. Если не ошибаюсь, последнее интервью человека, который входил в личную охрану Сталина, оно было опубликовано в 1998 году. Это интервью с ИСКО. ИСКО, кстати, предложил несколько иную версию, отличную от общепринятой, версию последних часов Сталина. По его словам, Сталин не лежал на полу, ничего подобного. Они обнаружили его уже ночью, охранники об этом рассказывали ИСКО, в 1998 году. Вы понимаете, сколько лет прошло с тех пор, когда он был свидетелем этих событий. Значит, они обнаружили его сидящим на стуле, с неестественно откинутой рукой, и сразу же пытались оказать ему медицинскую помощь. Ну, я думаю, что вот эти слова ИСКО можно делить даже не на двое, а на десять, по очень простой причине. Даже по двум причинам. Значит, первое, хочется выглядеть лучше. Я понимаю, ну, нельзя же вот так обвинять себя, что мы так боялись товарища Сталина при жизни, что позволили ему спокойно умереть. То есть не оказали ему необходимую помощь. Это один фактор, который объясняет эти слова ИСКО. Или может объяснить. А второй фактор сводится к тому, что люди склонны переписывать собственные воспоминания. Вы поговорите с людьми старшего возраста, и вы обнаружите, как их воспоминания со временем меняются. Что они, так сказать, с течением своей жизни обнаруживают вдруг свои памяти, или не обнаруживают, они конструируют совершенно иную версию прошлого. Отличную от того прошлого. В котором они принимали участие. И о которой они вам рассказывали. О которой из версии, там первоначально, они вам рассказывали. Так что, к сожалению, живых свидетелей не осталось. Архивные документы, те, которые можно было использовать, которым можно было получить доступ. Олег Хлебнюк, работавший в архиве, он использовал, я бы сказал, на 100%. Поэтому новых документов мы, по крайней мере, в ближайшие годы не получим. Поэтому, говоря о смерти Сталина, исходя еще раз из принципа Бритвы Оккома, проще всего и естественнее всего предположить, что он умер в силу естественных причин. Другое дело, вот предположение Родзинского и Медведевых о том, что ему не торопились оказать помощь, причем не торопились его ближайшие соратники, оно не лишено резона. Оно не лишено резона. Логика подсказывает. Уж больно они Сталина боялись и решили, ну пусть он отойдет в мир иной, а мы уж как-нибудь без него поведем страну ленинско-сталинским курсом к коммунизму. Что, как вы помните, в общем и получилось. Другое дело, успешно или не успешно. Ну, так или иначе, именно эти люди оказались во главе страны. Те четверо которых я перечислял, это Хрущев, Булганин, Маленков и Берия. Ну, как вы помните, в конечном счете оказался один из них на троне. Это товарищ Хрущев, который почистил, правда, почикали только Берию. Кстати, есть очень интересное свидетельство, очень интересное, не архивное свидетельство, хотя, может быть, и архивное, я не берусь судить окончательно, указывающее на то, что Берия оставалась жить очень немного. Что вследствие своего кураторства, атомного проекта, он получил опасную дозу радиации и фактически был близок к смерти от лучевой болезни, которая, как вы помните, тогда была в новинку, и лечить которую тогда просто не было никакой возможности. Мало что они, наверное, еще и знали в то время. Но так или иначе, возвращаясь к нашему главному герою или антигерою, Иосифу Сталину, Обратите внимание, что в любом случае, какую бы мы версию не взяли, версию его кончина, отравления, значит, ему дали умереть, или просто боялись, его настолько боялись, во всех этих версиях ключевым элементом оказывается страх. Страх по отношению персонально к Сталину, и страх по отношению к той системе, хотя те люди, которые участвовали в тех событиях, или были их свидетелями, они непосредственные винтики этой системы. Страх по отношению к той системе, в которой они существовали и функционировали. Помните фразу из Тараса Бульбара? «Я тебя породил, я тебя убью». Сталин породил систему, которая фактически привела его к гибели, ну, или, более мягкой версии, к смерти. То есть, поблагодарить за это в конечном счете, если есть иной мир, Сталин может только себя, что его боялись настолько при жизни, что ему позволили умереть, не пытаясь его спасти. Дорогие друзья, спасибо за то, что вы выслушали мое изложение. Это, естественно, очень-очень популярный взгляд, как вы поняли. И я не вижу смысла в том, чтобы читать вам, при всей симпатии и уважении к вам, академические лекции. Если вас интересуют академические лекции, пожалуйста, обратитесь к другим авторам и к литературе. Есть литература, вы можете ее взять и посмотреть, ну, хотя бы полюбопытствовать. И обычное напутствие. Дорогие друзья, пожалуйста, берегите себя, берегите своих родных и близких. Помогайте дальним, если у вас есть возможность. Помогайте тем людям, которые в России, в современной России, пытаются защищать здравый смысл, человеческое достоинство и моральные ценности. Помогайте в том числе и мне. Помогайте так, как вы в состоянии. Информационно, морально, если можете материально. У меня, к сожалению, нет другой возможности зарабатывать на жизнь, кроме как обращаясь к вам за вашей помощью. Потому что в России введен запрет на профессии. Я не могу работать ни в одном научном или учебном учреждении. Это абсолютно исключено. Помогайте так, как вы можете. Не в ущерб себе, ради Бога. Любое, всякое даяние, благо. И вы увидите банковские реквизиты в описании к этому ролику в первом закрепленном комменте. А я остаюсь с вами, покуда у меня есть силы, покуда у меня есть возможности. И главное, дорогие друзья, знайте, твердо знаете, не сомневайтесь, как бы ни было тяжело, победа будет за нами. Она непременно будет за нами.